Музыка Елена, как пришла идея? Пришла идея одновременно к целому коллективу художников и организаторов. Прошлась с перспективой Ярослава Базанова и Дмитрия Волопенский неоднократно приглашали в свои гости художников-каверлистов, делали с ними мастер-классы, различные другие мероприятия. Коллеги Константин Кузема, Стерков Константин, Темирев Сергей и Колбасов Владимир. Таким образом, тоже собравшись вместе, придумали сделать такую большую коллективную выставку. Собственно говоря, с этого общего решения все началось. Очень замечательно, что довольно за короткое время нашлись силы, возможности собрать большую коллекцию художников. Сначала, собственно говоря, был страх, что мы, получив до выставки Большой зал Союза художников и его независимыми работами, а получилось в результате, что у нас экспозиция практически вся, два этажа висит. Это значит, что выставка получила интерес у ее авторов, а теперь мы видим на вернисаже, что большой интерес еще и у зрителей есть. Была ли какая-то спонсорская помощь? Выставка довольно крупная. Наверное, очень сложно потянуть так вот. Да, конечно. На первом этапе мы надеялись, что все получится в смысле поддержки финансовой от спонсоров. И даже предварительные договоренности существовали. Но и в нашей стране, и в мире сейчас столько много проблем, связанных, к сожалению, и с войнами, и с экономическими кризисами, что рассчитывать уже на какую-либо поддержку не было никакой возможности. И мы отважились на самостоятельный в экономическом смысле проект. Вся экспозиция, восточный зал, печать каталога, все лежало на печах самих художников. Единственное, что у нас иностранные участники, приславшие по одной работе, они у нас гости выставки бесплатно выставляются. Таким образом, действительно, хотелось бы, чтобы была поддержка. И это было значительно легче решать многие вопросы, но пока нет. Мы рады хотя бы тому факту, что у нас завод «Невская палитра» нам помогли в организации проведения мастер-классов и получения призов для конкурсантов на выставке. Елена, вот еще, это первый проект у данной команды. Как вы считаете, говорят, первый блинком, что вы можете сказать по поводу своего опыта и результата? Я тоже думаю, что первый блинком, но блин хороший получился, мне кажется. Дело в том, что не без шероховатости, безусловно. Конечно, мы будем анализировать потом по завершению, что было не так, в дальнейшем исправлять свои ошибки. Но я очень надеюсь, зритель этих ошибок не заметит. Или простит нам их, по крайней мере. Так что, надеюсь, испозиция интересна, потому что все-таки 92 художника-акварелиста, а конкурсные работы. У некоторых авторов экспозиция достаточно объемная. До 10 работ можно было автора предложить на выставку. Конечно, объем большой, разнообразный и очень интересный, поэтому, мне кажется. Конкурсная часть этой выставки, вы планируете как-то продолжать конкурсную тему? Да, обязательно. Причем мы хотим расширить конкурсную тему, чтобы нам еще и тексты писали про акварель молодые авторы. Ну, может быть, даже и зрелые авторы. Как я знаю, потому что, к сожалению, в современном мире освещают очень мало акварельную технику в разных ее аспектах. И очень надеемся, что в своей выставке без взаимный интерес авторы будут нам уже более серьезно готовить работы. Конкурсные работы тоже будут более разнообразные, в большем объеме времени у нас будет больше на подготовку. И таким образом, более уже так авторитетно, более престижно все это в дальнейшем будет выглядеть еще более, я скажу так. Потому что мне кажется, что кто-то попал на эту выставку, мастера акварели, они почувствовали важность события и, в общем-то, уважение к этому проекту. Мне кажется, это можно даже назвать уже престижным проектом. Субтитры создавал DimaTorzok